Иван Бунин Солнечный удар После обеда вышли из яркой, горячо освещенной столовой на палубу и остановились у поручней. Она закрыла глаза, ладонью наружу, приложила руку к щеке, засмеялась простым прелестным смехом. Все было прелестно в этой маленькой женщине и сказала, я, кажется, пьяна. Откуда вы взялись? Три часа тому назад я даже не подозревала о вашем существовании. Я даже не знаю, где вы сели, в Самаре? Но все равно. Это у меня голова кружится. Или мы куда-то поворачиваем? Впереди была темнота и огни. Из темноты бил в лицо сильный мягкий ветер, а огни неслись куда-то в сторону. Пароход с волжским щегольством круто описывал широкую дугу, подбегая к небольшой пристани. Поручик взял ее руку, поднес к губам. Рука маленькая и сильная, пахла загаром. И, блаженной, страшно замерло сердце при мысли, как, вероятно, крепка и смугла она вся под этим легким холстинковым платьем после целого месяца лежания под южным солнцем на горячем морском песке. Она сказала, что едет из Анапы. Поручик пробормотал. — Сойдем! — куда? — спросила она удивленно. — На этой пристани. — Зачем? — он промолчал. Она опять приложила тыл руки к горячей щеке. — Сумасшествие! — Сойдем! — повторил он тупо. — Умоляю вас! — Ах, да делайте, как хотите! — сказала она, отворачиваясь. Разбежавшийся пароход с мягким стуком ударился в тускло освещенную пристань, и они чуть не упали друг на друга. Над головами пролетел конец каната, потом понесло назад, и с шумом закипела вода, загремели сходни. Поручик кинулся за вещами. Через минуту они прошли сонную конторку, вышли на глубокой, по ступицу песок и молча сели в запыленную извозчичью пролетку. Отлогий подъем в гору среди редких кривых фонарей по мягкой от пыли дороги показался бесконечным. Но вот поднялись, выехали, затрещали по мостовой. Вот какая-то площадь, присутственные места, колонча, тепло и запахи ночного летнего уездного города. Извозчик остановился возле освещенного подъезда, за раскрытыми дверями которого круто поднималась старая деревянная лестница. Старый небритый лакей в розовой косоворотке и в сюртуке недовольно взял вещи и пошел на своих растоптанных ногах вперед. Вошли в большой, но страшно душный, горячо накаленный за один солнцем номер с белыми опущенными занавесками на окнах и двумя необожженными свечами на подзеркальнике. И как только вошли, и лакей затворил дверь, поручик так порывисто кинулся к ней, и оба так иступленно задохнулись в поцелуи, что много лет вспоминали потом эту минуту. Никогда ничего подобного не испытал за всю жизнь ни тот, ни другой. В десять часов утра солнечного, жаркого, счастливого, со звоном церквей, с базаром на площади перед гостиницей, с запахом сена, дегтя и опять всего того сложного и пахучего, чем пахнет русский уездный город, она, эта маленькая, безымянная женщина, так и не сказавшая своего имени, шутя называвшая себя прекрасной незнакомкой, уехала. Спали мало, но утром, выйдя из-за ширмы, возле кровати, в пять минут умывшись и одевшись, она была свежа, как в семнадцать лет. Смущена ли была она? Нет, очень немного. По-прежнему была проста, весела и уже рассудительна. Нет-нет, милый, сказала она в ответ на его просьбу ехать дальше вместе. Нет, вы должны остаться до следующего парохода. Если по этим вместе, все будет испорчено. Мне это будет очень неприятно. Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли обо мне подумать. Никогда ничего даже похожего на то, что случилось со мной, не было, да и не будет больше. На меня точно затмение нашло. Или, вернее, мы оба получили что-то вроде солнечного удара. И поручик как-то легко согласился с нею. В легком и счастливом духе он довез ее до пристани, как раз к отходу розового самолета. При всех поцеловал на палубе и едва успел вскочить на сходни, которые уже двинули назад. Так же легко, беззаботно и возвратился он в гостиницу. Однако что-то уж изменилось. Номер без нее показался каким-то совсем другим, чем был при ней. Он был еще полон ею и пуст. Это было странно. Еще пахло ее хорошим английским одеколоном, еще стояла на подносе ее недопитая чашка, а ее уже не было. И сердце поручика вдруг сжалось с такой нежностью, что поручик поспешил закурить и несколько раз прошелся взад и вперед по комнате. «Странное приключение», — сказал он вслух, смеясь и чувствуя, что на глаза его навертываются слезы. «Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли подумать». И уже уехала. Уехала. Ширма была отодвинута, постель еще не убрана, и он почувствовал, что просто нет сил смотреть теперь на эту постель. Он закрыл ее ширмой, затворил окна, чтобы не слышать базарного говора и скрипа колес. Опустил белые пузырившиеся знавески, сел на диван. Да, вот и конец этому дорожному приключению. Уехала. И теперь уж далеко сидит, вероятно, в стеклянном белом салоне или на палубе, и смотрит на огромную блестящую под солнцем реку, на встречные плоты, на желтые отмели, на сияющую даль воды и неба, на весь этот безмерный волжский простор. И прости, и уже навсегда, навеки. Потому что где же они теперь могут встретиться? Не могу же я, подумал он, ни с того ни с сего приехать в этот город, где ее муж, где ее трехлетняя девочка, вообще вся ее семья и вся ее обычная жизнь. И город этот показался ему каким-то особенным, заповедным городом. И мысль о том, что она так и будет жить в нем своей одинокой жизнью, часто, может быть, вспоминая его, вспоминая их случайную, такую мимолетную встречу, а он уже никогда не увидит ее, мысль эта изумила и поразила его. Нет, этого не может быть. Это было бы слишком дико, неестественно, неправдоподобно. И он почувствовал такую боль и такую ненужность всей своей дальнейшей жизни без нее, что его охватил ужас, отчаяние. Субтитры создавал DimaTorzok